Всем привет! Меня зовут Евгений Ларин, город Самара. Мой отзыв о тренинге самомотивации 2013. Прошло уже несколько недель, как закончился этот потрясающий тренинг. Ну и хотелось бы подвести итоги. Потому что после самомотивации на самом деле все только начинается. На этом тренинге я приобрел целый набор навыков, благодаря которым чувствую перемены. Перемену в себе, перемену в жизни и, можно сказать, вообще во всем. На тренинг я пришел... вернее, шел долго. Было такое двоякое ощущение, что все это фигня собачья. На онлайн-тренинге они не работают, потому что нет никакой эффективности. Да и был я на пару тренингов, которые, в самом деле, прошли как-то мимо меня. И, собственно, никаких перемен, тем более каких-то там запоминающихся моментов вообще даже не вынес. Вот. Тем не менее, самомотивация началась с того, с просмотра ролика Филиппа, когда он, можно сказать, замотивировал пойти на этот тренинг. Тем не менее, я оказался на этом тренинге. Что было до самомотивации? До самомотивации я был, так скажем, очень ленивым. Ленивый такой скотиной, который жил ожиданиями пятницами или очередного праздника. Ну вот. Планировать цели или вообще какую-то свою жизнь я даже никогда и не пробовал. Не то, что на 10 лет, а даже на месяц вперед не мог там что-то предусмотреть, что у меня будет. Ну, разве что кроме очередного отпуска. Вот. Был отсутствие интереса к жизни. Барахтал со своих проблемах, будучи твердо уверенным, что единственный способ их решения – это разделить их с друзьями всю несправедливость свалившихся трудностей. Ну и, разумеется, залить все это алкоголем. Вообще, алкоголь для меня – это отдельная тема, за которую перед собой очень стыдно. И у меня было непонятно, как так можно завязать в кратчайшие сроки. Просто невообразимо было представить даже. Вот. Что у меня еще было доставить мотивацию? Офисное расство уже более 10 лет. То есть я безвылазно работал в одном и том же темпе, в одном и том же ритме, не планируя что-то менять. Вернее, мысли были, но каких-то действий, стремлений, как-то текло все ровно и спокойно. Также было нежелание чему-либо учиться. То есть абсолютно считал себя всезнающим и умеющим. Какие-то там навыки, особенно тренинги для меня это было как разводка для лохов. Как следствие, накопилось много долгов в связи с необузданным желанием потреблять. Если телевизор я еще худо-бедно не смотрел, то так же была зависимость у меня от онлайн-игр. То есть это был прям такой... Я был таким заядным задротом, что на самом деле очень стыдно говорить об этом и вспоминать тем более. Это была вообще какая-то другая жизнь, которую можно назвать одним словом болото. И просто я даже сам от себя в шоке. И благодарен, не знаю, Филу за все его ролики, которые были перед саммотивацией. Благодарен техподдержке, которая звонила и спрашивала, почему ты не оплатил этот тренинг. Я подписался, но потом хотел, как всегда, отказаться, слинять, в общем. И вот случилось, что уже на первом задании по саммотивации Алексей уже дал там такие невыполнимые задания, как полностью завязать с бухлом и отказаться от онлайн-игра. Для меня это был шок. Это как серпом по одному месту. Просто было очень тяжело. Вот. И я тут ставил перед собой цель в конце самой мотивации. Худо-бедно к этому прийти. А тут на первом занятии такое. Вот. Ну и дальше было очень тяжело, интересно. Ну, потом я втянулся. Благодаря тому, что видел положительную динамику в группе. То есть, за все время саммотивации пропустил всего лишь один каст. И то, когда шел отсев где-то. В середине саммотивации был отсев. Фил дал задание на выходные. Я как раз это все пропустил. Ну, ребята помогли очень быстро все. Как бы понял, что нужно сделать. И, в принципе, у меня там никаких предпосылок-то и не было, судя по всему. Вот. То есть, на самому мотивацию я пришел с мотивацией... Извините за каламбур с мотивацией от. То есть, стремлений куда-то к великому будущему у меня не было. Ну, потому что не было опыта постановки цели. Вообще этим не занимался. Это как бы в мыслях там что-то такое пробегало и все. Вот. Теперь скажу кратко про перемены. В жизни многое перестало парить. На самом деле перестало обращать внимание на всякие там какие-то мелкие проблемы, которые сидели постоянно в голове, крутились, мешали жить. И пропала зависимость от алкоголя, от вот этого круга общения, который как бы тянул за ниточки, от которого было вообще нереально отказаться. От таких вот, скажем, друзей, которые могли среди недели позвонить и что-то там придумать. Нет, у меня сейчас вообще положительная динамика в этом, что даже многие знакомые, бывшие, они теперь там спрашивают, а как там, а что. И просто необъяснимо. Я никогда не считал, что я могу поделиться с кем-то каким-то советом, дать там что-то, уроки по жизни. И тут бац, такое произошло. Вот. Перестал быть завтраменом, то есть откладываю все дела на завтра, там запланировать сегодня и нифига не сделать. Практика не ложится спать, пока не сделаешь дело, это запланированное на сегодня. Это просто жесткая практика, которая очень сильно просветляет. И ставишь перед собой выполнимые задачи, а какие-то сложные разбиваешь на этапы, только и всего. Вот. Научился хуярить вследствие чего у меня там появился еще один источник дохода, то есть, который я уже хочу вывести на уровень своей зарплаты. Ну и вообще там, про деньги это отдельная тема, которая для меня пока не так актуальна, как вот вообще глобальный перемен в жизни. Появились наконец-то цели у меня и гордость за результаты. То есть, если перечислять это, например, здоровый образ жизни, постоянные пробежки, у меня там фиксированные километражи, намотал уже больше 300 за самую мотивацию. Вернулся опять в спортзал, который забросил больше года назад. Привлек туда друзей. Сейчас уже ходит нас больше пяти человек, включая новичков. Это просто... Так необычно наблюдать это дело, когда приходишь в зал, а там народ уже занимается, и считают тебя там каким-то советчиком, ты так даешь советы, что как делать. Очень интересное ощущение. Появилась страсть к учебе, то есть, на самом деле, я понял, что нифига не совершенен, и обучаться нужно много чему в своей жизни упустил. Ну, можно сказать, больше 10 лет, так скажем, ушли в трубу, когда считал себя там суперменом, все умею, все знаю, все могу, но на деле это все был всего лишь самообман. И... Одно как бы из самых таких достижений, это когда меня дают люди, которые не виделись какое-то время, спрашивают, а как ты вот так вот... Как это вот... Такой вот бодрый, свежий, вот я тоже так хочу, начинаешь рассказывать, и просто видишь такой... Неподдельный интерес у людей, на самом деле, что... Просто спасибо, спасибо, ребята. Когда вернулся в качалку, то есть я там мог пожать от груди 60 килограмм, такое как там со страховкой. Сейчас мой рабочий вес сотка, и играючи. Вот. Что еще? Положительный динамик вообще в жизни. То есть... Нет такого, чтобы вот... Я умирал со скуки, там нечем было заняться. То есть просто делал вот столько, что я даже отзыв пишу просто уже после прошедствия большого периода времени, после самой мотивации. Вот. Там, перечислять эти все дела, ну, я не знаю, я устану. У меня тут целая тетрадка, расписанная на полгода вперед. И постоянно она дополняется, меняется. каждую неделю там фиксирую какие-то изменения, что-то. Если не делают, не успеваю, там, переношу как-то, просто корректирую, отбрасываю лишнее. То есть это появилась такая насыщенная жизнь, полная деловая, знаете, которая, не знаю, она, наверное, схожа с ображением жизни каких-то бизнесменов, которые люди там куда-то, перелеты там, что-то общение. Вот у меня вот что-то, наверное, похожее. И в общем и целом сама мотивация, она вот именно дает, как Фил и обещал, эту смену, смену в образы мышления. То есть ты меняешь свое мышление, перестраиваешь его в другую игру просто на 90, на 180, на какую-то другую сторону, в правильную сторону. И в этом направлении выбираешь для себя приоритет, расставляешь и в этом направлении начинаешь херачить до полного изнеможения организма. Поэтому меня сейчас сложно выцепить там по каким-то пустякам, то есть чтобы я тратил время на какую-то фигню, это просто нереально. Вот. Поэтому самым мотивацией это какая-то вот комплексная комплексная мера воздействия на человека, которая просто не какая-то временная она, которая заряжает там позитивом, ты походил там походил, порадовался, что-то от жизни схватил и потом забылся, забыл. Именно вот такая целенаправленная программа, которая ставит на другие рельсы. если вспомнить мою прошлую жизнь, опять же повторюсь, мне стыдно на самом деле. Мне 33 года и я просрал просто 10-10 лет как минимум. Думаю, что вот так вот по накатанной, что это как-то правильно что ли следует каким-то непонятным логическим вещам. Вот. Поэтому спасибо тренерам, спасибо в первую очередь Алексею. После твоих кастов я долго приходил в себя, пытаясь уснуть. Такая смысловая нагрузка приходила, что даже иногда уже когда проходит, прошло несколько дней, там на третий день периодически просыпался среди ночи от внезапно нагрямочных мыслей. Вот. Ты очень мудрый человек, лучший тренер вообще. И до самой мотивации я тебя не знал, там ну как-то мелькал где-то такая наполненность, такая страсть к обучению просто невероятно. Спасибо Филиппу после твоих вообще мотивирующих кастов. У тебя касты были такие емкие, мотивирующие, ну настолько давали пинка, что всегда испытывал чувство неполноценности, даже если несмотря на то, что вроде как бы все сделал, то есть все равно какое-то казалось после твоих пинков просто сломя голову внесся там что-то делать, доделывать, менять там быстрее, быстрее, как же так. Вот. Вообще тренера это ну как-то такие люди, что вспоминаешь как скажем рассказ, сказку про барон Мюнхгаузен, когда он сидел в болоте и просто сам себя вытащил, такая же примерно метафорка можно ко мне применить, сидел в болоте, но вот тренера подошли на берегу, там стоят, прикалываются, что-то говорят, вот, ты надеешься, что они протянут тебе руку, они наоборот с тобой стебутся, и ты берешь себя за шкварник, вытаскиваешь, и пошел. вот, благодарю создателей, благодарю создателей этого тренинга, Филиппа, Алексея, ну, спасибо вам большое, на самом деле от души, тренинг потрясающий, буду рекомендовать его всем, у кого какие-то проблемы, кто погряз в каком-то своем болоте, больно видеть своих друзей, которые там до сих пор барахтаются, как тут, несмотря на такую жизнь, которую можно наполнить смыслом, они стараются постоянно, и мне вот от этого больно хочется тоже нести знания в массы, там, вперед на баррикады, но пока, пока это все только в будущем. Спасибо, спасибо вам, тренера, большое очень. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok